Итак, просто дикая история произошла в Северодвинске. На детской площадке взрослый мужчина поднял над собой чужого ребенка и шевырнул на землю вниз головой, после чего скрылся. Видео с инцидентом разлетелось по всей стране и кроме как возмущения оно не вызывает. Нашему Николаю Цыбу удалось не только узнать подробности происшествия, но и поговорить со всеми сторонами конфликта. Вот та самая детская площадка возле торгового центра в Северодвинске. Мальчик катался на велосипеде и в какой-то момент на дорожку выскочил ребенок помладше. столкновение. Все, что случилось после, попало в поле зрения камер видеонаблюдения. После наезда отец, попавшего под колеса малыша, решил совершить самосуд и переступил рамки закона. Михей, так зовут подростка, на велосипеде остался лежать неподвижно. В это время мама мальчика, Анна Косарева, водила младшего сына в туалет торгового центра. После пыталась догнать обидчика. Я за ним побежала, я ему сказала, что делаешь, он как-то обозвал меня, я уже не помню, но я сразу к ребенку. Они быстро ушли, а потом выяснилось, что по видеозаписям, что жена с ребенком в одну сторону, он пошел в другую. Это видео появилось в сети только накануне, хотя произошло все 16 июля. В тот же день было написано заявление в полицию. На опознание подозреваемого по фото Анну пригласили только вчера. Мы подъехали и узнали. Это он и есть, да? Да, да, да. Еще говорят, что он бывший сотрудник органов внутренних дел. Это неизвестно? Тоже об этом спрашивала, да, это подтвердилось. Но вроде как на данный момент он уволен. Тысячи комментаторов в интернете вчера также за несколько часов вышли на след обидчика, некоего Игоря Дашкова. 41 год, Северодвинец, трое детей, из органов уволился еще пять лет назад. Но что его ищет полиция и не знал. Об этом он рассказал нам по телефону. Сейчас Игорь Дашков находится в Верхнептоемском районе. Говорит, перед тем, как Михей наехал на его двухгодовалого сына Демьяна, там же сбили другого малыша. Ребята катаются, и они сбивают мальчика. Он тоже маленький, вот Демьян, у нас пошел жалеть мальчика, мальчик плачет. И в этот момент, то есть, проносит вот этот велосипед, он сбивает Демьяна и по нему проезжает, в общем. Я вижу вот эту естественную позу ребенка, знаете, и у него в рту там кровь. И в этот момент у меня реально что-то где-то переклинило. Я потерял самоконтроль, в общем. И я видел, когда я его просто вернул в руки. После наезда двухлетний Демьян прикусил язык, жаловался на боль в руке, но серьезных травм не получил. Свою вину Игорь Дашков признает. Сегодня дело о побоях на детской площадке передали в Следственный комитет. Руководство Следственного управления инициировало передачу материалов уголовного дела возбужденного полицией по статье «Побои» в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации. Значит, предварительно установлено, что мальчику причинены ушибы, диагноз сотрясения головного мозга находится под вопросом. Но то, что дело возбуждено по статье «Побои» из хулиганских побуждений, родителей Михея не устраивает, ведь поступок мог привести к более серьезным последствиям. Был отек по улице, здесь синяк, вот у него сейчас шрамы. А как рассказывает сам мальчик, во время инцидента он отключился. Я тогда потерял сознание, когда я очнулся, я думала, что это как бы сон, страшный сон. И у меня болела сильная голова. Сейчас меня начало тошнить в машине все время. То есть мы отъезжаем, и через пять минут уже начинает тошнить. Раньше такого не было. Травматолог, невролог, УЗИ, окулист. Впереди обследование на МРТ. Родители Михея хотят удостовериться, что головные боли и тошнота – все это временные последствия падения. И вред здоровью минимальный. Николай Цыпь, Юлия Куницкас, Михаил Ниншинин, Ольга Красулина, Регион 29.